Меня зовут Анна, мне 21 год, я являюсь студенткой и я удалённый сотрудник. Меня зовут Жанна, я работаю удалённым работником в кулцентре. Меня зовут Ольга, я работаю удалённо уже около года. Я Егорова Таисия, я сейчас являюсь удалённым работником, я работаю на довольно крупную компанию. Наталья Койнова, специалист по продвижению в социальных сетях и тренер тоже вот по этим самым вопросам. В удалённой работе я пришла осознанно. В какой-то момент, живя в маленьком городочке, я поняла, что своей цели, своей мечты я никаким образом не смогу добиться. Учитывая то, что я живу в маленьком городочке с небольшими зарплатами, я поняла, что единственный вариант для меня – это работа в интернете. Я просто посмотрела по сторонам и ужаснулась. Я ужаснулась в том, в чём я живу. Что я живу просто как белка в колесе, я живу чужими проектами. Я поняла, что я просто за какие-то уничтожные деньги целыми днями думаю. То есть у меня никогда не было субботы в воскресенье, потому что я всегда думала о том, что там происходит на работе. Я мечтала путешествовать, я мечтала показать своим детям весь мир. Тогда я начала искать эту возможность. Начиналось всё, наверное, как у всех, это, да, поиск кнопочки такой, да, откуда деньги сыпятся. Потом оказалось, что всё-таки там реально приходится работать, что-то делать. Приходится переобучаться абсолютно. Это работа, которая абсолютно отличается от обычной оффлайновой работы. Я стала учиться, прошла первый тренинг бесплатный, потом купила, соответственно, платный. Мне это очень безумно понравилось. Я прям вот не хотела даже порой спать ложиться. Я сидела ночами, работала-работала, причём не замечала, что время как пролетает. И я поняла, что это можно совмещать, как бы и работать, и получать удовольствие. Я уже работаю удалённо год. С помощника превратилась в менеджера проектов. Теперь я веду проекты, помогаю руководителю. Когда говоришь родственнику, вот я работаю за компьютером, ты что? Ты что? Это не работа, это игрушки. Однажды разговаривала со своей знакомой, мне было по тем временам 23 года, наверное. Она сказала, что она хочет своё дело, и я смотрела на неё просто как на сумасшедшего. По правде сказать, я не готова работать в офисе. И у меня есть с чем сравнить, есть сравнение с удалённой работой. И работать в офисе в четырёх стенах для меня, я как птица буду в клетке. Случилось так, что проработав пять месяцев, кто-то зашёл, что-то сказал на работе, я сказала, я увольняюсь. Мне говорят, ты что вообще, что такое вы? Я такую формулировку выдаю, что я не могу работать на чужую мечту. Не могу, и всё, вот с такой формулировкой я ушла с работы. Это было для меня просто переломным моментом. С этого момента у меня вся жизнь перевернулась. Вообще поменялся образ мышления, я начала даже думать по-другому. У меня появился какой-то распорядок дня. Если я раньше пыталась кому-то что-то доказать, то сейчас я знаю, что я спец. Повысилась самооценка, причём очень сильно повысилась. Я получаю огромное удовольствие от того, чем я занимаюсь, так как по-любому заниматься чем-то новым – это постоянное обучение, это внедрение и это постоянное развитие. Это даже не работа, это просто удовольствие. Удовольствие, которое приносит деньги и приносит, даёт возможность исполнить мечту. За три месяца я свой доход в четыре раза уже увеличила. И дальше я просто поняла, что никаких вообще планок нет. Всё только у меня в голове, и я начала выходить уже на другой уровень. Я могу смотреть за детьми, я могу работать параллельно, я могу там что-то приготовить, куда-то сходить, мне никого не надо отпрашиваться. У меня есть какая-то определённая работа, которую я могу делать в любое время суток. Мне нравится удалённая работа, в том, что она гибкая, гибкий график. Я могу работать или рано утром, поздно вечером, это зависит только от меня, это даёт мне свободу. Я могу находиться где угодно, в любом месте. Сейчас, например, у меня дома лежит снег, а мы сидим вот здесь и можем видеть снег только где-то там высоко в горах. Там нет вот этой бюрократии, там нет отчётов, там нет какой-то вот дамы, которая сидит и забирает часть твоей. И вот ты сделала, а она пошла похвасталась. Такого нет, потому что работа, она идёт напрямую. Ты сделал, показал работодателю, работодатель видит твою работу, он видит результат. Интернет открывает просто все границы. Смотрите, я сейчас нахожусь на такой красивой месте, и при этом я сегодня работала. Сейчас я нахожусь за границей, рядом прекрасное море. Сейчас, к слову сказать, октябрь месяц, но я загораю на пляже, любую с прекрасным пейзажем. Я счастлива, и всё это мне дало возможность удалённой работы. Удалённая работа позволяет мне, например, постоянно быть с детьми и быть в поле влияния на них. Это очень важно. Моя самооценка повысилась. Уверенность какая-то, что я могу сама чего-то добиться, научиться и получить финансовое вознаграждение какое-то. Там не смотрят, какой у тебя пол. Это не важно, мужчина ты или женщина, или что-то там среднее. Работодателю это не важно. Важно, что ты пришёл, сделал эту работу, сделал её классно. Моя семья спокойна. Она знает, что она всегда под моей опекой, как мама, потому что всё-таки у меня трое детей. Мой муж спокоен, потому что он знает, что я тоже дома, он знает, чем я занимаюсь. Это всё тоже в поле зрения, в поле его контроля. Это, опять же, определённые возможности, это планы, это позитивное восприятие жизни. Возможность иметь друзей практически в различных частях земного шара. Это бескраничное общение и интересы, которые помогают реализовать удалённая работа. Тем, кто хочет попробовать себя в удалённой работе, я хочу пожелать пробовать. Потому что удалённая работа – это такая штука, где ты можешь прийти попробовать, не понравится, уйти. Знаете пословицу? Тот, кто найдёт своё любимое дело, не будет ни одного дня работать. Ребята, это ваш шанс. Добивайтесь, добивайтесь, добивайтесь. Не останавливайтесь, идите к своей цели. Вперёд и только вперёд. Время очень быстро летит. И возможность, которая у вас есть сейчас, может быть использована кем-то другим. Интернет только-только начинает расти. Берите те возможности, которые есть у вас, и действуйте. Субтитры подогнал «Симон»